Очень рада, что мы в первый раз проводим вечер экспериментального авторского кино и встречаемся с Димом Маловым, моим большим другом. Ой, нет, училась в школе. Ну, то есть это правда, но не самое главное. А самое главное, что мы действительно очень рады, что наша площадка привлекает вот такие эксперименции и вообще что-то новое мы постоянно можем смотреть, потому что основатель наших трилеев Борис Владимирович Ашкуков как раз таки и хотел, чтобы вот это именно так и было, чтобы собирались люди, чтобы смотрели все новое, чтобы было интересно, чтобы было живо, и нам пока это удается. В этот раз мы посмотрим несколько фильмов, центральным из которых будет фильм «Клоунада». Ну, собственно, вы все увидите. «Клоунада» очень современно звучит, куда не делишься. «Клоунада» понимается, вот как бы художник всегда предпосхищает. Да, и делает произведение о том, что никогда никогда не уходит. Но, собственно, а что никогда не уходит? Это высокое искусство, и это то напряжение, которое есть вокруг. Да, человек, не знаю, наверное, человек никогда не живет в таких условиях. Но если есть высокое искусство, тогда оно все равно как-то будет все хорошо. И начнем мы с фильма, где, собственно, мы увидим Сергея Александровича. Время впереди. Время назад. Время назад. Время назад. Время назад. Время назад. Мы завершим рождение музыки. А потом, да, будет фильм «Рождение музыки». То есть мы... Подожди, сначала будет фильм «Время назад». То есть мы вернемся к тому моменту, когда был создан фильм «Поломагра». Ну и, собственно, к тому времени, когда происходили какие-то события, связанные с персонажем. Не буду все предвосхищать. Ну, а потом, во что все разрешается? Конечно, музыка. Да, любое произведение искусства – это музыка в различных формах, в звуках, в красках, в словах. Но так или иначе, это все равно музыка, поэтому мы с Димой посоветовались и решили, что это очень логичное такое произведение, которое вот именно такое подальше сегодняшнее. И это сегодня, мне кажется, очень актуально. Хочу представить еще раз я вам известного режиссера Дмитрия Грилова. Громко сказано. Спасибо. Спасибо Евгению за то, кто меня позвал на выставку, показать фильм. Да, мы встречаемся на выставке Евгения Жаврункова «Прикосновение в душе». И, собственно, Женя мне и сказал, давай, ну, надо, хочу на большом экране посмотреть. Ну, и мы пошли до встречи, желание, чтобы. Ну, и, собственно, поэтому вот такая сегодня программа. И Сергей Александрович, композитор, по-моему, которого мы услышали сегодня. Ну, надеюсь, скоро мы услышали. Пошу как-то. Да, и с армистского пианино. Да, пианино. Да, да, да. Но это, на самом деле, вот так и складывается какая-то серия уже, наверное, обращений к кино. Дима, думаю, это очень интересно. Потому что вот первый вечер у нас уже был в апреле, да? В марте. В марте. Вот сейчас, и потом у нас будет еще показ на Ленинском 115 в Библиотечно-культурном центре имени Молчанова 13 ноября. И там будет программа в центре, в которой будет фильм, посвященный блоку. И это тоже будет немножко другая подача. И надеюсь, что там как раз таки будет кино под живую музыку, потому что там есть возможности, там экраны, инструменты, да. Ну, и там большой экран, нибудь. Там будет литература у нас в зале, где будет музыка. Это будет где-то концертный зал. Нет, вверху, да? Да, вверху. Внизу, конечно. Но мы вообще хотели вот, нам же нужны экраны, какие-то пианы. Там все. Тут в этом зале, который, да, все отправили. Я только на втором этаже, я сразу прихожу, и сразу второй этаж. Да, там первый, еще первый есть. Да, первый, там с десятого у Яши крайне у нас только будет. Ого. Так что можно будет тринадцатого увидеть сразу вниз. Сразу яс, посмотри. Отлично. Ну, заодно, ну, там с Яшей что-нибудь. Это суббота, да? Это суббота. Ну, это отдельно, еще вот, да. Вот, там скажем. Мне не вопрос, а просьба. Вот этот пистолец как-то повернуть в другую очередь. Бьет глаз. Направо. Мы сейчас выключим свет. Мы сейчас выключим свет. Мы сейчас выключим свет. Глаза закрыть, и все. Да. А ты посмотришь. Ты посмотришь. Ты посмотришь. Время назад. Время назад. Ну, я думаю, что мы перейдем к просмотру. А потом, возможно, ну, как обычно, какие-то, может быть, мысли или вопросы, или впечатления в разной форме, в том числе и политические. Суббота, 16-е. Вы объясняете, не можете. Служебные вопросы на публике. 13-е. Я поступиваю и скажу несколько слов, потому что Елена именно не дает мне слова. Он говорит про себя, я думал, вот тебе приедет. Значит, я должен сказать, ну, наверное, многие знают, что существует Международный фестиваль искусства Сергея Сколкова и его друзья, который посвящен музыке, живописи, поэзии, театру и кино. Он прошел в этом году 24-й раз, то есть ежегодно в июне, в начале июня, какой-то этот фестиваль. Не знаю, сколько лет назад мне порекомендовали, я и сказал, у меня тоже еще один очень хороший режиссер, такой Михаил Кропимов. Я говорю, Миша, мне нужен какой-то очень интересный фильм, потому что до этого у меня были фильмы Александра Суляева, Александра Николаевича Сокурова и так далее. Я его спрашиваю, кого-нибудь порекомендую. Только что прошел фестиваль в Гатчине, да? Он литературой кино в Гатчине. И кинофестиваль. И Миша, мне говорю, есть абсолютно потрясающий фильм. Называется «Колуна». Вот эти рекомендую, позови, я говорю, что все это было. Это было давно. Потому что, видите, если я не вспоминаю, что они в школе учились, то мы с Люцией Алексеевичем тоже уже многие годы знакомы. Более того, фестиваль за свои 25 лет существования объединил, познакомил очень многих людей, соединил. Многие выставки и концерты совместные происходят не только в Петербурге, но и в других городах и других странах. Такие стихонные, дружно. За это время удалось написать какую-то музыку специально для фильмов Дмитрия Алексеевича. Какую-то музыку он взял из того, что было написано. И невероятно удачно у него какой-то невероятный слух музыкальный он это все смог скомпоновать. И, слава богу, мы друзья, и поэтому не надо друг друга авторские заинтересовать, мы не будем подавать друг на друга в суд. Вот, что касается фильма, да, и тогда была показана «Клоун Ада», «Клоун Ада», и мы стали дружить. И даже сняли, он у меня снял укладные роли в «Кемного», вы видите, да. И поэтому я там в Экиперии, не только я его композитор, а еще и актер. Кино. Кино. И театральный? И театральный. Друзья, если есть то, что-то. Завтра, в Адлодельске, далеко за углом, да, арт-муза, есть такая площадка замечательная, там есть театр, который называется «Театральная долина». Там уже 4-й или 5-й сезонный с актрисой Ольгой Маркиной играет спектакль, который называется «А я была его шумной». «Ахматова» и «Гумилёва». Я, так условно говоря, в роли Гумилёва, но я, скажем, в два раза старше уже, как и Николай Степанович, не стала на свете. Ну, или, может быть, с небес спуститься в звук какой-то, Гумилёва. Спектакль идет, вот я говорю, уже 5-й сезон, и если кому-то интересно, то в воскресенье, завтра воскресенье. Васильевский остров, 13-й линия, дом 70, арт-муза, в 19-30 спектакль. Дальше еще одно, если уж так, в галерее не будет фильмов, опять, какого-то апреля, октября, ноября, 1-го октября, международный день музыки. И мы, там, дали небольшой концерт с инфекцией главы Международных корпусов Марины Кухнерик. Долго подбирались партнеры на эту замечательную сцену. Вот, вот, Марина Кухнерик, я Евгения Михайловичу не слышала, поэтому он придет, я думаю, и поступит. 1-го октября в 17 часов, да? Да. Вот, теперь, маленькие, маленькие слова, время назад. Это, в принципе, финал, 8-й конфликтамент сената Марины. Вот, и, ну, подожди, еще, еще нет. И, собственно, записано просто пьеса на сцене Дома композиторов Санкт-Петербурга. Дом композиторов, который находится на Большой мосту 45, пока еще принадлежит петербургским композиторам. Пока еще, потому что нас активно оттуда поселяют. И, думаю, что нас, конечно, оттуда будет. Пока не поздно, и имена Иксаковича Дуноевского, Дмитриевича Шостаковича, Василия Павловича Салуева-Седова, Андрея Павловича Петрова, никакой защиты не имеют. А музей Набуково? Музей Набуково уже передали в школе музыкальной. Да, Большая Москва 47. И он там, я не знаю, существует или не существует. Существует на первом этаже. Еще есть, да? Существует. Да, ко всем добирается. Да, там вообще весь центр, а Москва хочет прибирать к рукам, и как-то пинком отдаст, и все это произойдет. Хотя написатели хотели себе хорошие основные добираться. Того объявили о том, что надо денег заплатить, что мы просто так не можем там находиться, и уже на 7 лет надо будет такую сумму. Вчера написали, что возможно, будет вы себе отдохнуть. Это вообще-то давно бывает. Это про доктор. Ну вот они сейчас уже говорили давно, а сейчас прямо сейчас... Слушай, ну если вы селение Дом Радио, Дом Радио легендарный. И даже при том, что сейчас там вроде такие опломузыкальные события происходят, тем не менее... Да, тем не менее... Важно. Слушай, девчонки, перестаньте. Зацепила в блоке. И тем не менее, Дом Радио, где была лучшая в России, а может быть и в Советском Союзе, а может быть и в Европе, студия звукозаписи, она, ну сначала, слава Богу, благодаря понятию Девану Матвенко ее, вот и прогубили там окна, там, ну, потом вроде вернули на место. Теперь, понятно, студии нет. Вот. Ну, со студиями звукозаписи тоже трагедия, потому что первая в Советском Союзе студия, то есть легендарная мелодия, которая находится вот здесь недалеко на Рассейском Союзе. Они на птичьих правах существуют, литеранские правы забрали все, причем у литерарии сначала их литеранские правы, они сначала попросили по воскресеньям иногда проводить службу. И впустили туда по воскресеньям, и постепенно, и постепенно вот это вот, вот все. И теперь студия звукозаписи спрашивает, можно нам вот в этом зале записать? Вот, ясно, да. На Срепу? На Большом Рассейском Союзе. На Большом Рассейском Союзе. Поэтому у Георгия Васильевича Сливидова есть известная очень музыка, которая называется «Время вперед». Вот. Эта пьеса называлась раньше «Путешествие в никуда». Потому что наши взгляды и направлены, к сожалению, чаще всего в прошлое. Чем становишься старше, тем ярче становится прошлое и совершенно неведомое настоящее будущее. Потом, значит, многочисленная публика, вот, например, в таком составе, попросили, чтобы, честно, назвали «Время назад». И там будут некоторые в конце аллюзии к… А Дмитрий Алексеевич гениально предложил… Сначала снял мою группу, потом… Не знаю… Сделал… Да, еще должен сказать, что невозможное количество, вот, так сказать, режиссер получил каких-то немыслимых, однократно, самых-самых разных международных киностилов. Аккуратно. Аккуратно. В других фирмах тоже были награды, потому что это не единственная, просто последняя работа, ну, времена по первым. Ну, там вообще Леонид Павлович Мозговой с его голосом, с его тембром и оркестром, в общем, там все бывает. Так вообще и сейчас они будут. Слава Сергея Александровича, я добавлю еще, что выселяют с черпигами шесть телевидений. Я предлагаю здесь как-то собираться, да, потому что последняя работа. Сейчас не будет остаться ничего, что какие-то шесть, останется расстройщик. А башни все случаются? Башни сделают и стараются. Куда-то все там распределяют, кто куда переедет. Как бы это все, я говорю, но Луната очень актуальна. Да, это по произведениям Кармса. Это абсурд, который приближается к нам, да? На глаза. На глаза. Который никуда не ходит, просто вот это. Вот это продавайте, давайте. А вы, может, Заренечка? Я не могу на зону. Конечно. Не могу на зону. Продолжение следует...